В довершение, еще раз напоминаю, такое бывает очень редко, чтобы в шею сильно перебило и человек остался живой, но на всякий случай, а также для отработки слаженности действий в команде, мы когда делаем этот курс, я показываю, как останавливается кровотечение в этом случае вдвоем. Итак, у нас есть два человека. Один присаживается и плотно прижимает, да, причем обязательно берется в противофазу другой рукой, чтобы плотно прижать, уменьшить кровотечение. Второй, который стоит вот здесь, берет жгут и, внимание, вам нужно будет просунуть свое бедро под плечи пострадавшего под лопатку, потому что тут жгут тащить, чтобы под спиной его вы могли просунуть руку. После этого жгут пропускаешь сюда, 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 туго натягиваешь и фиксируешь вот здесь, а ты перехватываешься двумя руками, держи, значит, смотрите, вот в данном случае жгут у меня перекрутился, такого быть не должно, он должен быть здесь расправлен, а то он соскользнет. Вот если веревочка прижал, вот эту лапку сюда, а я его держу. Вот этой рукой вы удерживаете его здесь, и она еще держит, он уже не соскользнет. Вот здесь вообще не жалейте, натягуйте изо всех сил, потому что чем туже вы завяжете, тем больше шансов, что он у вас не соскользнет. О, зафиксировали. После этого у вас есть два варианта. Первый, если рядом есть проверенный медик, который этим займется, вы радостно взяли медицинские шмели, птуры, ПЗРК и пошли убить всех, потому что вы злые, что вам пришлось работать, оказывать помощь, такое все. Но, если надеяться больше не на кого, и вам придется дальше самим заморачиваться, да, обращаю внимание, первое, на трофею не накладывается, видите, он сбоку, не душит раненого. Второе, лежит строго под 45 градусов, как я показывал. Третий, лежит строго посерединке. Второй момент. Если у вас нет специально образованного доктора и придется заниматься дальше самим, то вы передохнули несколько секунд, потому что глаза у вас будут поблються при таком ранении, я вас уверяю. Достали и меняетесь. Кто-то будет... Ты будешь рану тампанировать или я? Нет, вы тампанируете рану, я разбегаю края. Вот видите, помните, я вам говорил, кольцо с краю бинта образуется, вот как оно выглядит. То есть, иногда бывает, что это кольцо позволяет бинт отматывать, как здесь, но чаще здесь клинит. Если ты вот это кольцо вот так вот с краю не уберешь, бинт перестает разматываться. Но это если не качественные бинты, чего у нас очень часто случается. Я вот пока мотаю, у меня мысль была какая. Вот есть ученые-мужи, или не ученые-мужи, а люди, которые считаются практиками преподаваемой тактической медицины. Они вот сказали по поводу, если косточку убрать, если гемостатикой носовать, может быть, им болея. А что они предлагают как альтернативу? Есть какие-то предложения? Или просто предлагают не убирать кости из раны? Сказали что-то? Вот сказали, есть косточка. Блять, нельзя курсанту просто поставить вопрос и не дать ответа. Человек без образования, он вообще застрянет. Если есть рецепт, патрон заклинил, обязательно нужно пояснить, как его убрать и продолжить огонь. Они что-то предложили, кроме того, что поумничали по поводу костей? Или не было мыслей внесных? Ага. То есть пускай бойцу отрежут ногу. Слушайте, ребята, вот потому я очень плохо отношусь к теоретикам. Вот именно потому я очень плохо отношусь. Они сами туда ехать не собираются? Они сами не представляют себя без ноги, поэтому охотно готовы оставить миллионы людей без ноги, лишь бы что-то умное сказать самим. Вот поэтому я их не люблю. И практики, кстати, тех, кто в поле, тоже их не любят. Я вот не представляю ни одного бойца в подразделении, который лояльно отнесётся к тому, что кто-то приедет, такого наговорит, но скажет, ну я, ребята, в бой с вами не собираюсь. Я вот наговорил, я сейчас уеду. Так вот, приготовил гемостатик, зотообразно сложил. Присел, примерился, где будет. После этого снимаем жгут раненому. Человек второй, который будет оказывать помощь, приготовились. Ты чуть убираешь жгут и прижимаешь кровеносные сосуды, которые вот здесь идут. И рану открываешь. Раз, два. Лучше большими пальцами они мощнее действуют. Вот. А второй, сразу сюда и гемостатик. Насовал. Очень плотно прижал. Причём, если рана маленькая, уже не так вот придётся прижимать, а пальчиками, чтобы давить именно на рану. После того, когда прижатие у нас сработало 3-5 минут, сколько надо, взял бинт, наложил сюда, плотно прижал, пустил вокруг человека. И, а, да, жгут этот убирать, чтобы он нам не мешался. И после этого сюда. Дальше. Давление на рану. Сюда. Ну, вы поняли, в принципе. Да. Коленка, коленка просовывать вот сюда придётся, потому что иначе будет неудобно работать. Да. Вот так. Под лопатку. Умничка. Молодец. Возьми с полки пирожок. Так, я продел сквозь него? Да, всё нормально. Есть. И зафиксировал. Всё. Есть. Всё, положил пострадавшего. Я думаю, исчерпывающее. Ранение в животе – это и есть те ранения, на которые накладывается большой абдоминальный бинт и бинтуется. Ранение в грудь с пневмотораксом. Вот есть здесь накладка импортная, китайская. Клеишь вот клапаны, чтобы выводить воздух наружу, но не вводить внутрь. Здесь есть ещё выходная дырка. Курсанты должны её обработать все сторони, носовать гемостатика. Прибинтовать ещё и прибинтовать что-то герметичное, как мы на теории рассказываем. Ожоги руки, накладочки, ну, повязочки с гелем противоожоговым прикладываются, да-да-да, я помню, и бинтуются туда. Рука размножения, отрыв гемостатиком проложить и прибинтовать. А ещё нужно обязательно, чтобы пациента перевернули, сняли с него бельё и с ужасом обнаружили масштабнейшие повреждения там. То есть в идеале нужно, чтобы обработали всего, потренировались. В довершение, ой, господи, помимо моего душа грешного, вот это кровистоп назвали, гемостоп-гель. Ребят, утка плавает, ныряет, ходит, летает, но всё делает не так круто, как специализированные животные. Вот эта накладочка, я ни разу не применял её для основки артериального кровотечения. Я не знаю, будет ли у меня возможность проверить практически, но, честно говоря, у меня глубокие сомнения, что если мощное артериальное кровотечение, она всё-таки справится. Тут тем более написано, что оно ранозаживляющее, гемостатическое, гидрогелевое. Но, имейте в виду, вот такие накладки годятся при ожогах. Вот это точно. Когда ожог, если ты эту накладку положил и забинтовал, результат будет гораздо лучше, чем если ты забинтовал просто бинтом. А вот это, леоксазин, это специальные накладки при ожогах, в отличие от вот этих. Вот эти я масштабно применял, я очень доволен полученным результатом, вот этим, и бойцы довольны. При этом, где речь идёт не только о масштабных ожогах, ты где-то в поле, обязательно кто-то там схватился из костра за банку, обжёг пальцы, и ты из вот этой повязочки кроешь маленькие, обкладываешь, потом бойца хорошо заживает. Так что вот это вещь полезная. О, боги, давай, давай. Пантенол? Пантенол должен лиоксазин. Вот такого лиоксазина у меня не было, у меня был пантенол, но пока лиоксазин показал себя хорошо, думаю, что да. Вот такое импортное повязки. У меня была одна, но мне её было жалко, я использовал отечественный лиоксазин, поэтому про эту не скажу. Ну, думаю, что гелевое начало примерно одинаковое, так что, в принципе, понятно. Бинтуешь этим повязкой, а сверху бинтуешь бинтом. Так, я думаю, что по гемостатикам применению и по бинтованию у нас всё. В довершение скажу, что есть целые, ну, сейчас отечественные разрабатывают разные гемостатики, будем их тестировать по применению, и будем по результатам говорить, что получается. Так, в общем, по гемостатикам всё. Вопросы есть какие-то? Давайте о том вдруг чего-то. Ах, да. По применению плевральной иглы, пока у меня тут лежит покойничек, теоретически, игла ставится во втором межреберье по сосковой линии. То есть, ты смотришь, у человека это примерно на два пальца ниже ключицы, у него здесь ключица плохо различима, у человека нормально. Два пальца прикладываешь примерно по верху нижнего ребра следующего, не по низу ребра, там сосуд проходит, а по верху. Нашарил по сосковой линии, втыкаешь под углом 90 градусов к поверхности иглу плевральную, вытаскиваешь, значит, и оставляешь проводник. Сама игла извлекается, оставляется проводник пластиковый, теоретически. Практически, как я уже сказал, я рекомендую 150 раз подумать, прежде чем её применять. Разумеется, если перед вами лежит изобретатель этой иглы, то обязательно надо применить. Пусть потом расскажет, если выживет, то о результатах применения. Да, и в довершение. На зарубежном сейчас сделали шаг вперёд, сделали иглу с клапаном. То есть, пневмоторакса не будет, если что-то не так, и вы её зря поставили. Это плюс. В нашей стране есть фирма Радмир. Она эту иглу с клапаном сделала лет 6-8 назад. Как тогда не было никаких заказов ни от государства, ни от кого. Так и сейчас нет. На тему, почему я всё время задаю большие вопросы, когда следователи этим займутся. Почему за рубежом разрабатываются? Почему у нас, даже если делается, никто не внедряет и не развивает? Вот один из вариантов плевральной иглы. Причём, да, вот она. Ты её воткнул, вытащил, проводник оставил. На клее мотор сейчас делают парень сразу. Одна с клапаном, другая без. Да, разумно, очень правильно. То есть, на входное отверстие ты клеишь вентилируемое. На выходное ты носовал туда гемостатика, туго забинтовал и заклеил вот этой штукой, чтобы воздух, кровь внутрь не поступали. Очень правильно. Вот вентилируемый клапан. Написано, вентилируемый. Вот он. И вот невентилируемый. Видно легко. Невентилируемый просто круг, а вентилируемый круг, на котором нарисована гусья лапка. Ну, тоже вентилируемый. Часть сил вентед. Грудная наклейка вентилируемая. Первое. Пневмоторакс бывает закрытый и открытый. На теории я подробно разбираю. Теоретически рассказывают страшные истории, что пневмоторакс – это результат заброневой травмы. Практически. Наверное, бывает, но бывает очень редко. Я помню заброневые травмы, единичные за эту кампанию. Да, они бывают, да, они тяжелые. Но, как правило, это там повреждение позвоночника, ребер, пневмоторакса заброневого. Я за всю историю не помню ни разу. Чаще всего, дорогие читатели маленькие мои, причины пневмоторакса следующие. Боец повел себя некорректно, закрытого пневмоторакса, с сослуживцами, получил замечание. И теперь нам надо понять, у него пневмоторакс или просто ушиб ребер. Чаще всего замечания опытные люди делают в грудную клетку, потому что замечания в живот, вынесенные сослуживцу, могут лопнуть внутренние органы. Это тяжелое осложнение. Замечания, вынесенные сослуживцу в лицевую часть черепа, сразу командир заметит, что что-то не то. Поэтому замечания сослуживцу, а также жене, которая превысила все меры долготерпения, лучше делать в грудную клетку. Но я надеюсь, что жены у всех любящие, и ни у кого такой проблемы не возникает. Вот когда ты сделал замечание человеку в грудную клетку, сломать ребро очень легко, а если сломал пару ребер, может и легкое лопнуть. Вот тогда начинаются проблемы закрытого пневмоторакса. Разумеется, у нас подразделения сплошь дисциплинированные, порядочные, образцовые, да, я говорю с иронией, те, куда я попадаю, как правило, так получается. Поэтому у нас подразделений такой фигни нет. Вот сколько я воюю, мне ни разу не приходилось закрытый пневмоторак сдиагностировать у бойца. В других подразделениях это часто бывает. Почему? Я вам сейчас объяснил. Вторая причина. Боец повёл себя не по уставу, сам по себе, то есть злоупотребил алкоголем, где-то упал и сломал ребра, повредил лёгкое. Тоже бывает. Со здоровым человеком такое бывает редко. Так, по происхождению рассказал. Итак, если у нас закрытый пневмоторакс, то мы не можем клапан поставить, дырки внутрь нет. Вот тогда начинаются все эти сования плевральной иглы. Сейчас в комплект вкладывают часто две готовые накладки. Одна вентилируемая клеишь на входное отверстие, а на выходное, если вдруг оно есть, ты его тампанируешь, если такое большое с разрушением, с кровотечением. Ты клеишь накладку глухую, чтобы воздух не заходил, и ты бинтуешь. Вот что делается с выходным отверстием. Если вы обеспеченный воин, и у вас есть накладки окклюзионные, если у вас накладок нет, и ваш стиль боевой бомжизм, то тогда в выходное отверстие, вот ты взял оболочку от перевязочного пакета, расправил его, на рану наложил и туго прибинтовал. Все. А если рана хлябает воздухом, и тебе нужно обеспечить выход воздуха, то тогда еще хитрее. Она здесь, видите, разорвана чуть по диагонали, лучше бы ножницы взять и вырезать ровно. Но принцип простой. Ты лейкопластырем клеишь вот эту стенку, вот так, полоску лейкопластыря, вот так, и одну полоску вот так. А низ не клеишь. На выдохе воздух каждый раз выходит наружу, на вдохе подклеивается, и воздух внутрь не попадает. Понятно, да? Вот, в принципе, все. Запомнили, да, дорогие мои? Так. Я думаю, понятно. Если у тебя такой накладки нет, тогда вот и это. Но она работает еще хуже. И дальше, понимаешь, совсем ничего не сделать, и заклеить хотя бы так. Ну, как бы, ну, блин, ладно. При этом я на что обращу ваше внимание, дорогие мои? В каждом действии ты оцениваешь общую ситуацию, время и кучу других факторов. У нас был случай, у бойца было два пулевых ранения в грудь, мы за ним подъехали очень быстренько, к нам его перегрузили, он сидит, зажимает, вертикально сидит, как бы видно, что человек испуган, ну, классика, если у тебя грудь прострелена. Но он дышит более-менее нормально, и у нас вот мы его везем через несколько минут в вертолет. Отдирать от него руки и всем этим заклеивать я вообще не стал связываться. Мы его доставили в вертолет, загрузили, перегрузили, кстати, выжил. То есть бывают ситуации, когда ты думаешь, а нужно ли лепить или нет, и иногда бывают ситуации, что ты думаешь, нет смысла затеваться. В каждом случае должен быть вдумчивый подход, дифференцированное лечение, а базируется оно на разнообразном опыте. Когда ты знаешь, можно так, 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 тебе легче принять решение, как лучше.